Здравствуйте! Третий микрофон. В связи с известными событиями порылся в словарях и обнаружил массу синонимов и толкований слова «беспредел». Итак, «беспредел» – действия, переходящие в всякие рамки писанных и неписанных законов. Крайняя степень беззакония – отсутствие правил и законов, ограничивающих чей-либо произвол. Беззаконие, беспорядок, бесправие, вседозволенность, притеснение, произвол. А теперь оглянитесь вокруг, посмотрите пристально и требовательно на все, что происходит в Молдове. В последние дни, недели, месяцы, два года и осознайте, что это все. О них, что это произвол и беззаконие в своей самой крайней степени являются исчерпывающей характеристикой нынешней власти. Вот наблюдая за работой Альянса в течение недели и поражаясь, как можно так похабно и безответственно относиться к своим должностным обязанностям. Ведь эти чиновники фактически нарушили все мыслимые и немыслимые правила и законы. Они, как минимум, не соблюдают своих прямых должностных обязанностей. Любого можно взять и уволить согласно Трудовому кодексу. Про преступления против народа просто промолчим, потому как это настоящие рецидивисты. Они вошли во вкус и из-за своей безнаказанности творят беспредел в нашей стране, получая награду за верность чужому государству. Почему все вокруг много говорят, а ничего не делается? Вот и сегодня еще раз подтвердилось то, что коммунистам трудно добиться правды в этой стране, подчиненной психам. Что дальше? Какие шансы? У меня недавно было примерно так, как пелось у Виктора Цуа. Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на зиму. Ну и самое главное, беспредел является понятием, противоположным понятию демократия. Беспредел исключает демократию. И вот это действительно страшно, поскольку общество при таком раскладе лишено возможности контролировать и корректировать политику власти. Общество, от имени которого выступает и действует власть, как будто бы уже и ни при чем, это и есть бесправие. А ведь мы, а ведь мы за вас голосовали. Да заткнитесь и терпите все, что мы будем творить до следующих выборов. А там уж как-нибудь. Либо купим, либо обманем, либо сами выборы сфальсифицируем. И творят такое, что ж дух захватывает. Давайте бегло взглянем на ключевые действия властей за последние два года. Хроника прогрессирующего беспредела. 9 марта 2010 года, тогда еще первая версия Альянса объявила, что вместо того, чтобы провести досрочные выборы, как того требовал закон, она попросту примет новую конституцию. И выборов проводить не будет. И это было безусловной попыткой узурпации власти, которую тогда еще удалось при помощи международных структур пресечь. А изменение процедуры избрания президента между первым и вторым туром этих самых выборов, когда внесенные наспех поправки к закону, позволили Мариану Лупу быть безальтернативным кандидатом на этот пост. Всего же за два года Альянсом было внесено, вдумайтесь, более 400 различных поправок в избирательное законодательство. И каждая из них носила сиюминутный характер. Вот что им сейчас выгодно, подрывая саму процедуру демократических выборов. Равно как и доверие граждан к этой процедуре. 400 поправок это все равно, что принятие нового избирательного кодекса. Раз старый был так плох, так несовершенен, как они, блин, у власти вообще оказались? Как вообще по нему в течение почти двух десятилетий выборы проводились? Ну, вспомним хотя бы только о торопливой смене правил перераспределения голосов в парламенте, буквально накануне выборов, только бы удержаться у кормушек. Я уже не хочу и упоминать, что европейские рекомендации на этот счет достаточно жесткие. И любое изменение выборного законодательства должно происходить максимум за год до выборов. А тут между первым и вторым турами, за неделю до выборов. Ну вот представьте себе, начался футбольный матч. И где-то посередине этого матча игроки вдруг начинают хватать мяч руками. Зрители в шоке. Нельзя же так, не по правилам. А им судья в ответ. Вы просто не в курсе. Мы тут в перерыве все собрались, посовещались и решили, что теперь в футбол можно играть и руками. Какая нафиг Европа? Какая к чертям собачьим евроинтеграция? Евроинтеграция – это когда по европейским правилам играют все, и прежде всего сама власть. Под объем баланс 400 поправок в выборное законодательство и ноль законов, которые бы синхронизировали молдавскую государственную правовую базу с европейской. Ноль за два года. Даже печально знаменитый закон об антидискриминации и тот до сих пор не принят. Больше того, нынешняя власть сделала все возможное и невозможное для того, чтобы само понятие «государственная правовая база» равно как понятие «правовая система» приобрели весьма и весьма абстрактный характер. Поскольку их усилиями фактически уничтожено само правовое государство. То есть такое государство, в котором, ну давайте мы не будем слишком требовательными и говорить о верховенстве закона, а хотя бы так, ну знаете, по минимуму государство, в котором законы работают и выполняются хотя бы самими участниками политического процесса, представителями власти, лично руководителями страны. А так, получается, у них сегодня нет морального права требовать от простых граждан соблюдения закона, поскольку они сами на него плюют. Не верите? Так послушайте, что они сами о себе заявляют. К сожалению, в экономике существуют схемы, по меньшей мере, мошеннические, если не уголовные. Мы должны объяснить, что у нас происходят нарушения общественных интересов в различных областях, и наши граждане вынуждены переплачивать за различные товары и услуги. Что творится на таможне? Что происходит в налоговой? Что делается во многих других областях? Мы голосовали против коммунистов не для того, чтобы к власти пришли бандиты. Я, как гражданин, который с экранов телевизоров узнает, что правительство расходует средства из резервного фонда под грехом секретно, задеюсь вопросом, на какие деньги летает господин Филат? Почему деньги тратятся направо и налево? Скажите, пожалуйста, вот это все, о чем они сами о себе сейчас говорят? Ну там, воровство, коррупция, сотни миллионов долларов, украденных у бюджета, у граждан страны руками нынешних властителей. Это не нарушение закона? Вот эти действия не подпадают под статьи Уголовного кодекса? С другой стороны, иной раз в минуту усталости нет-нет, да закрадется такая мыслишка, да бог с ними, да пусть себе тихонечко воруют, пусть себе наживаются, пользуясь служебным положением, только пусть и людям жить дают. Пусть не шикарно, а просто физически, физиологически жить, пусть не топчут государства, в котором им еще не только жить, но еще и воровать и воровать, пусть не ставят под удар государственные и правовые институты, пусть не сводят значение Конституции до уровня туалетной бумаги, которой в любой момент можно подтереться, пусть не манипулируют с волей и изъявлением народа, пусть не уничтожают страну, которую мы любим и в которой хотим жить. Пусть, короче, пусть себе воруют, но не беспредельничают. Но в том-то и заковыка, или как теперь модно говорить в альянсе, блокаж, тупик, что для спокойного и самоуверенного воровства им нужно безраздельное, ничем, в том числе общественным и оппозиционным контролем неограниченная власть. А власть они могут получить только манипулируя результатами выборов. А отбиться от контроля они могут только попирая любые писанные и неписанные законы, в том числе Конституцию. Параллельно, скупая из наворованного средства массовой информации, аналитиков, экспертов, представителей так называемого гражданского общества, которые любое черное выдадут за белое, которые трескотней заглушат у людей голос разума, которые придумают такие отвлекающие маневры, чтобы воровство не так бросалось в глаза, которые, наконец, придадут этому страшному и разрушительному для Молдовы процессу какую-нибудь респектабельную форму, типа борьбы с коммунизмом. Это и есть логика любой хунты. От режима черных полковников в Греции до Пиночетовского в Чили. Свернуть демократию, радикально ограничить гражданские права и свободы, закрыть рот. Вот вам пример НИТА, газет «Молдова суверана» и «Независимая Молдова», а то и запретить оппозицию, а такие особо не скрываемые планы у наших властей существуют. И все это ради некой сверхцели, типа уничтожения коммунизма. Их аналитики сегодня говорят об этом практически открытым текстом. Ну и что, что это незаконно и то незаконно? Ну и что, что вот эти действия властей противоречат не только правовым, но и демократическим нормам? Ну и что, что это грубо и очень не по-европейски? Война-то все спишет! И, как правило, чем громче заявленная цель, тем выше степень воровства. Ни один из узурпаторов и путчистов, которые пусть и по прошествии времени, но все-таки неизбежно оказывались под судом, не ушел из захваченной власти бедным человеком. Но в отличие от этих и других государств, куда более предсказуемой историей для Молдовы отказ от демократических норм, то есть народовластия, губителен. Поскольку всегда есть опасность, что кучка узурпаторов, не спросясь народа, но как бы от его имени, примет решение о ликвидации молдавского государства. Как это уже однажды случилось в 1918 году. Но давайте вернемся к хронике беспредела. Указ ГИМПу о дне советской оккупации, отмененный впоследствии Конституционным судом по запросу и требованию оппозиции. А разве не было понятно, что он антиконституционен? Ах да, война ведь все спишет. И что, разве не поэтому антиконституционному указу живет и действует сегодняшняя власть? И разве мы не обнаруживаем его последствия и в риторике представителей высшего руководства, и в их повседневных поступках? Дошло до того, что как бы центристы друг России и Лупу принимают у камня ГИМПу военные парады? Разве это не называется? Антиконституционный указ по-прежнему действует. А формальные изменения в перечень памятных дат – это только вопрос времени. Идем дальше. Парламентские выборы 28 ноября сфальсифицированы. Это более чем очевидно, раз оппозиции так и не дали сверить бюллетени со списками. И не то же самое ли можно сказать о результатах выборов Кишиневского примара? Ну и разумеется, события последней недели, нашедшие свое логическое завершение во вчерашнем вердикте Бельской апелляционной палаты, который не позволил провести повторные выборы примара в Кишиневе. И новейшая история развития демократических обществ не только молдавского, а вообще, пожалуй, не знала еще такого, мягко говоря, странного вердикта. Коллегия постановила – отвергнуть касацию ПКРМ и Игоря Дадона и сохранить в силе решение суда сектора Чентру муниципия Кишинев. Чентру муниципия Кишинев – это 23 июня, дом и он с президентом. Детали здесь, конечно, важны, но не принципиально. Не важен в конечном счете и сам приговор суда. В том, что он будет именно таким, а не каким-нибудь иным, мало кто сомневался. Во всяком случае, из числа тех, у кого уже глаза режет любоваться на нынешнюю власть сквозь розовые очки. Хотя, конечно, наши юристы, общественные организации, партийные активисты бились за повторное голосование в Кишиневе до последней запятой в законе. И будем биться вплоть до Европейского суда по правам человека. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что правосудие в Республике Молдова стало заложником политической власти и действует под прессингом, как прямым, так и косвенным. Гимпу и его либералы создали своего рода политический террор правосудия и контролирующих органов. Для того, чтобы получить нужное им решение, либералы используют шантаж и угрозу увольнений, что, несомненно, является вопиющим беззаконием. Сегодня закон в Молдове вершит Гимпу и компания. И какими могут быть последствия, даже страшно себе представить. Но в нашем случае и в конечном счете важно, не что именно принял суд, а как это было сделано. Как, не скрывая истинных намерений, не запариваясь даже на формальном соблюдении закона режим Гимпу, да-да, именно режим Гимпу, а не Филата или Лупу, или даже Плохотнюка с металлбульдозером остатки правовой системы в стране. Ведь до чего надо было довести этих несчастных судей в апелляционной палате Бельц, куда дело о повторных выборах в Кишиневе было перенесено высшей судебной палатой по настоянию ПКРМ, чтобы они, как гоголевская унтер-офицерская вдова, своим приговором сами себя высекли. Ведь к тому моменту уже существовал судебный прецедент, а именно решение, расположенное в Каушанах Бендерской апелляционной палаты. И она постановила провести повторные выборы в Каушанах как раз из-за нарушения принципа тайны голосования, то есть из-за отсутствия шторок на избирательных кабинках. О том, что это принятое Центризбиркомом под давлением Гимпу решение вообще-то незаконно, высказалась на кануне выборов высшая судебная палата, то есть высший орган правовой юрисдикции в стране. И этот вердикт был дружно проигнорирован и ЦИКом, и уж тем более участковыми избирательными комиссиями. Так вот, Каушанская апелляционная палата приняла решение о повторных выборах. И как же надо было загнобить и зашугать бельских судей, чтобы другой состав, но той же самой структуры апелляционной палаты, на основании тех же самых, что в Каушанах аргументов, принял диаметрально противоположное решение. Что вы думаете, судьи сами не понимали, что будут выставлены в совершенно идиотском свете? Да понимали, конечно, но ничего поделать не могли, предпочтя абсурдное решение судьбе Иона Муруяну. Какового Муруяну Акару аккурат перед заседанием бельского апелляционного суда публично выставили с должности главы высшей судебной палаты. А уж там, звонил ли гимпу бельским судьям лично, общались ли с этими судьями вежливые, но настойчивые офицеры, подчиненные гимпу службы информации и безопасности, уже не суть важна. Я лично уверен, что звонили, что беседовали, но разумеется, сами судьи в этом никогда не признаются. Разве что после смены режима, после падения этого режима. Но и так все ясно. После того, как власть расправилась с Муруяну, они, эти судьи, не могли не продемонстрировать полнейшую свою подчиненность второму, и уж точно румынскому королю Михаю. На самом деле, то, что таким будет решение, которое приняла апелляционная палата Бельц, нам стало понятно сразу после грубой атаки и попытки дискредитировать судью Муруяну. Это была больше психологическая атака, попытка запугать судей бельской апелляционной палаты, чтобы они приняли решение, выгодное альянсу. Мы это поняли, и то, что произошло, выходит за рамки юридических норм. Это уже политическая, грубая атака на все судебные учреждения страны, на права всех наших граждан. И дело здесь, опять же, не в личности Иона Муруяну, а в том, как произошла эта отставка, а вернее, акция устрашения. Ну, так торопились успеть до заседания бельской апелляционной палаты, что даже формальности не соблюли. Хотя, нанося столь страшный удар по правовой системе государства, могли бы, в принципе, постараться, чтобы хоть формальная сторона вопроса выглядела безукоризненной. Но они оказались даже на это не способными. К тому же, ну знаете как, вступив на скользкий путь беззакония и беспредела, ошалев от безнаказанности, в какой-то момент перестаешь отдавать себе отчет в том, что творишь нечто вопиющее, нечто такое, что хотя бы с точки зрения бюрократического ключкотворства должно выглядеть для общества удобоваримым. Ну, хотя бы, чтобы потом, когда придет время отвечать за содеянное, можно было бы хоть в какой-то мере оправдаться. Какое там? Полюбуйтесь, как это было. Информация, которая в настоящее время получена, гласит о том, что такое решение было принято на заседании Высшего Совета Магистратуры, что позволяет нам ставить на повестку дня обсуждение этой ситуации и предложенный проект. «Учитывая то, что мы имеем необходимый документ, господин Попа, что Вы можете сообщить?» «Требуем объявить перерыв, чтобы вынести определение юридической комиссии». «Ученые, изучающие психику уголовников, в частности профессиональных убийц, утверждают, это только в первый раз они испытывают какие-то негативные эмоции, когда обрывают чужую жизнь. Дальше все идет как по маслу. И с какого-то момента им начинает казаться, что это вообще норма убивать людей. И уж точно они уверены, что их за это никогда не поймают. Раз, нарушили закон про канала, два, прошло, ну и понеслась душа по кочкам. А дальше включается защитный механизм вседозволенности. И мы имеем то, что имеем». И случай с Муруяну всего лишь не самый громкий пример, хотя, разумеется, весьма характерный. Не вдаваясь в детали, отмечу лишь. Парламентское большинство сняло Муруяну с должности, которую тот не занимал, будучи всего лишь исполняющим обязанности. Парламентское большинство уволило Муруяну с должности, которую он не занимал, не приведя ни одного аргумента в пользу данного решения. Во всяком случае, дисциплинарный комитет высшей судебной палаты таких данных депутатам не предоставил. Уж насколько наш Жорик толерантен. Да и вообще он вымышленный и рисованный персонаж. Но и он от этих странных эволюций в глубоком замешательстве. Нет, 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 нет! Подсудимый, вы обвиняетесь в неверии в наш Верховный суд. Верю, верю! Сыц! Вызывается первый свидетель, Михай Мухобой. Раньше суд был непослушным, сейчас станет для нас справедливым. Несогласных надо сжигать по европейским стандартам. Левее им слово не давать. Вызывается второй свидетель, Мариан Прекрасный. Наш суд стал прекрасен, как и я. Сжигать подсудимого негуманно, недемократично. Надо дать ему яд. Я больше не буду! Молчи, отступник! Вызывается Влад Табачный. Наш суд законно дышало. Куда повернул, туда и вышло. Я счастлив, что такой суд не судит нас, а подсудимого отравить дымом. Снова курю, мама, снова. А вокруг тишина. Все тая за основой. Да здравствует альянсная справедливость. Так вот, отсутствие даже формальных признаков, по которым Муруяну должен был быть снят с незанимаемой должности, наводит на такие вот нехитрые размышления. Его сняли с незанимаемой должности просто потому, что так захотел ГИМПу. А ГИМПу так захотел, чтобы запугать несчастных бельских судей, которые по всей правовой и общечеловеческой логике должны были вынести решение о проведении повторных выборов в Кишиневе. А напугать их ГИМПу отставкой Муруяну стремился, поскольку прекрасно понимал, его племянник этих выборов в жизни не выиграет. Точка. Но нас с вами в этой ситуации должны волновать даже не эти очевидные вещи, а именно то, что они настолько выпукло очевидны. Ну посмотрите, сколько ГИМПу кричал о том, что, мол, Бельский суд заранее ангажирован коммунистами, что, мол, его решение уже готово и предопределено. Сколько было ора о том, что либералы потребуют отвода Бельского суда. Но хоп! В какой-то момент они, либералы, от этой идеи вдруг отказались. И суд, отвода которого они добивались, вдруг стал их вполне устраивать. И именно в этот момент стало ясно. Все. Суд нагнули, поломали. И нужный либералам вердикт у ГИМПу с племянником уже в кармане. Или вот. Когда еще было неясно, какое решение вынесет Бельская апелляционная палата, либералы внесли в парламент наспех сварганенный законопроект о том, что, дескать, повторное голосование должно проводиться через три месяца после второго тура. И это, разумеется, вопреки рекомендациям европейских структур, которые настаивают, чтобы избирательный процесс занимал как можно меньше времени. Логика понятна. Если провести выборы через две недели, не будет студентов, которых можно заставить на уровне ректоров массово голосовать за Киртуака и которых на худой конец можно использовать для фальсификации в так называемых каруселях. И парламентское большинство, разумеется, этого же сам ГИМПу хочет, готово было поддержать этот выходящий за рамки здравого смысла законопроект. Еще раз повторюсь. Изменить правила игры во время самой игры. Однако после того, как Бельский апелляционный суд вынес свое решение, сохранившее пока за племянником ГИМПу пост Кишиневского примара, либералы тут же отозвали данный законопроект. То есть они уже и не стыдятся, не стесняются демонстрировать, что любое, даже самое грубое, на грани криминала вмешательство в действующее законодательство является для них элементарным средством для достижения своей личной цели. В данном случае цели ГИМПу во что бы то ни стало обеспечить любимому племяннику теплое и хлебное место. Он ведь отцу обещал заботиться об отпрыске. И вот это по-настоящему опасно для государства и для общества. Это значит, что у них уже сорван стоп-кран, что никаких ограничений и ограничителей для них уже не существует, что им по большому счету плевать на людей, которые далеко не идиоты, и все вот это прекрасно понимают. Ну что тут непонятного? Взяли коммунисты большинство в муниципальном совете Кишинева, значит надо провести срочный пересчет, чтобы лишить их этого большинства. А раз пересчет подтвердил победу ПКРМ, значит надо ликвидировать пост председателя муниципального совета, чтобы коммунисты не могли избрать на этот пост своего представителя. Что и было сделано парламентом по настоянию того же ГИМПУ. Вернее даже не парламентом, а возглавляемым им альянсом. И это несмотря на то, что пост главы муниципального совета Кишинева был введен в 2006 году по настоятельным рекомендациям Совета Европы. И на то, что сам ГИМПУ занимал этот пост, не помышляя о его ликвидации. И на то, наконец, что это действие самым очевидным образом демонстрирует произвол власти. Что хочу, то ворочу. И уже послышавшиеся из стана либеральной партии предложения резко расширить полномочия генерального примара Кишинева свидетельствуют о том, что они готовы пойти и дальше. Окончательно узурпировать власть в Кишиневе, больше половины которого проголосовало не за них вместе взятых, а за одну оппозиционную партию. И я не удивлюсь, что пойдут они вплоть до ликвидации самого муниципального совета. Еще бы, ведь там большинство УПК РМ, а это же не устраивает ГИМПУ и Киртуака. Так почему бы разок не изменить закон и установить, что столица управляет один примар, но только в том случае, если его фамилия Киртуака. А вот это уже страшный диагноз. И политический, и, если угодно, психиатрический. Ведь, согласитесь, подобные политические действия не могут пройти бесследно для человеческой психики. Раз они, не стесняясь, не стараясь даже предать творимому произволу хотя бы внешние признаки легитимности и здравого смысла, это значит все. Как пел Юрий Шевчук, они уже те. По ту сторону добра и зла. Назовите это как хотите. Диктатурой, хунтой. Подойдет любое из этих определений. Только не надо после этого, даже в шутку, именовать их демократами и уж тем более евроинтеграторами. Ведь все, что они по абсолютному беспределу вытворяли с законодательством, петушили с ожесточенностью блатных тюремных насильников в судебную систему, все это происходило чуть ли не во время визита председателя Совета Евросоюза Ван Рампея. Или сразу же после того, как он покинул Молдову. Им уже и на это наплевать. Ну полюбуйтесь, что заявил Мариан Лупу, который только что, собственноручно проголосовал за ликвидацию легальной государственной структуры и института местной власти в лице председателя Кишиневского муниципального совета. Как от мух отмахнулся. Нет поста, нет проблемы. Успокойтесь и идем дальше. И вот даже это выражение, по сути, из диктаторского лексикона Иосифа Виссарионовича Сталина. Тот говорил, нет человека, нет проблемы. Что же раньше не опомнились, то, поверьте, если бы у альянса было бы большинство в муниципальном совете, их интересовала бы не ликвидация этой должности, которая якобы создает какие-то проблемы в работе в работе муниципалитета. А только то, представитель какой партии альянса ее занял бы. И больше ничего. Ну да, конечно, грызлись бы, как грызутся и сегодня в районах, безуспешно пока пытаясь применить алгоритм альянса в Кишиневе к местным властям. Но должность, разумеется, не тронули бы. И если уж Мариан Лупу вдруг заговорил со сталинским акцентом, то почему бы ему не обратить внимание на другую должность, ликвидация которой хоть на какое-то время позволила бы снять напряженность в обществе. А именно на должность президента страны, которую он вот уже который год с настойчивостью капризного ребенка пытается занять. А если уж воспроизводить сталинскую цитату полностью «нет, человека нет, проблемы», то почему бы ему не уйти из политики самому? Ведь в нынешней плачевной ситуации даже не сама должность президента виновата, а именно то, что он Лупу так хочет ее занять. И вся страна, все общество, мы все становимся заложниками этого ничем не обоснованного, кроме денег Плохотнюка и братской поддержки ГИМПу дурацкого желания. И конечно зря парламент отказался вводить психиатрическое освидетельствование кандидатов в депутаты. Мы рискуем еще чуть-чуть дожить до того, что в сводках о работе законодательного органа появится сообщение следующего содержания. Сегодня парламент чик-чик принял закон о пиу-пиу. Ведь параллельно с процессом полной ликвидации демократии в стране происходит второй, не менее любопытный процесс утверждения в качестве фактического главы государства Михаила ГИМПу. И сегодня нам вообще никого из них больше слушать не надо, чтобы понять, что происходит в стране и куда они ее волоком тащат на аркане. Кроме одного человека, кроме Михаила ГИМПу. Поскольку они, остальные делают все, что он хочет. И значит он, ГИМПу, является настоящей властью в Республике Молдова. Ну смотрите, захотел, убрал шторки на избирательных кабинках. И тут же, вопреки Конституции, их убрали. Захотел ГИМПу пересчета голосов и пересчет провели. Захотел ГИМПу, чтобы суд не назначал повторного голосования. И суд взял под козырек. Захотел он ликвидировать должность председателя муниципального совета, чтобы никто не мешал племяннику в десятый раз ремонтировать улицу Алба-Юли. Ликвидировали. И так далее, и так далее, и так далее. После ноябрьских выборов, когда ГИМПу перестал быть формальным главой государства, казалось, что вот сейчас на первый план неизбежно выходят другие лидеры Альянса. Лупу и Филат. Ну и Плохотнюк на худой конец. Как главный спонсор демократической и либеральной партии. Закончилась эта история с тем, что все они подчиняются любой прихоти ГИМПу. И это еще один диагноз. У молдавской хунты лицо лидера либеральной партии. Не стоит только думать, что сама хунта от этого становится карикатурной. Дай, дай, закурить. Петя, петушок. ПЕСНЯ 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 Нет, какое-то время назад мы еще думали, что Лупу, как хотя бы еще в недавнем прошлом член партии коммунистов, сможет противостоять произволу коллег и партнеров. Как бы не так. Он с нескрываемым удовольствием включился в процесс. Для того, чтобы на живом примере продемонстрировать политическую и человеческую, и гражданскую эволюцию Лупу, достаточно вернуться к уже упоминавшемуся указу ГИМПу о советской оккупации и к камню ГИМПу. Вот Лупу год назад, и вот он же через год. Мы согласны именно с такой методикой подписания данного декрета, и мы объявили, что представители Демпартии ни на уровне Кишинева, ни на уровне местной публичной администрации не будем принимать участие в реализации данного декрета. И, соответственно, сегодня, 28 июня, ни один представитель Демократической партии не участвовал ни в каких мероприятиях, которые исходили из текста данного декрета. Демократической партии не участвовал ни в каких мероприятиях, которые исходили из текста данного декрета. Одно время подавал филат. Надежды были связаны не с какими-то его человеческими качествами, типа врожденного демократизма, а прежде всего с амбициями премьера. Казалось, что он для того, чтобы быть действительно номер один, будет сопротивляться усилению других лидеров Альянса, и в частности нарастающей диктатуре ГИМПу. Но, кажется, роги ему уже пообломали. Он не победил в борьбе с кукловодом. Все остались при своих интересах. И это, несмотря на то, что они, эти интересы, как чистосердечно признаются рядовые члены Альянса, как раз и являются подлинной причиной скандала внутри АЕИ. Интересы, а не пути реформ, борьба с коррупцией и прочая белиберда. И господин Филат, и господин Плохотнюк пришли в политику бизнес-среды. Поэтому я предполагаю, что основные противоречия все-таки кроются в экономической сфере их интересов. Очевидно, абсолютно очевидно, что и одного, и второго тоже поддерживают определенные финансовые круги, которые тоже имеют в экономике страны определенный интерес. И это, обратите внимание, опять же, не мы сказали. Кукловод Плохотнюк, в свою очередь, существо крайне амбициозное. Мог бы попытаться усилиться, особенно в противостоянии с Филатом, чтобы ограничить власти влияние ГИМПу в Альянсе. Но его пока вполне устраивает, что, как ему кажется, ГИМПу дергается на его ниточке. Хотя, кажется, это предположение вернулись в отношении ЛУПу, а ГИМПу, пребывая на этой финансовой ниточке, начинает помаленьку руководить и самим своим кукловодом. Короче, куда ни кинь, везде КЛИН, вернее, всюду ГИМПу. И они все делают только то, что хочет он, ГИМПу. А ГИМПу сегодня хочет, чтобы Альянс всеми правдами, неправдами продолжал свое бессмысленное и бесславное существование. И вот, посмотрите, стоило только Филату дернуться, объявить о неких консультациях с неким гражданским обществом. И ГИМПу тут же строго указал, вначале консультируйся внутри Альянса. И Филат тут же отправился на заседание коалиции. Хотя еще утром сторонники Филата держали пари, что он туда, на встречу с ГИМПу, ЛУПу и кукловодом, не пойдет. Бо гордый сильно. Пошел, как миленький. Знаете, как в старом анекдоте? Убили и съели. Политически, разумеется. Как в кружок усевший с подозали, Боедом с восхода до зари, Ели в нашей солнечной Австралии, Друга-дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что, неясно, молчит наука. Мне представляется, совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что их не вождь большая бука. Сказал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, совсем без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, Что кука съели из большого уважения. Что всех науськивал колдун-подлец из люка. А дур, ребята, хватайте кука. Хай! Кто уплетет его без соли и без лука, Тот сильным, смелым, ловким станет вроде кука. Кому-то под руку попался каменюка, Метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, Ломают копия, ломают луки. Сожгли и бросили дубинку из бамбука, Переживают, что съели кука. Игимпу после этой встречи тут же сделал важное политическое заявление. Филадмул и Плохотнюк общались, как старые добрые знакомые. Типа, ну не ссорьтесь, не ссорьтесь, корячие финские парни. Мы тут еще не все свои дела поделали. Мило общались, подчеркну, вот эти люди. Тот, кто решил, что может, как крыса, прятаться в нору, кукловод в самое ближайшее время будет вытащен на Божий свет. И тогда мы поймем, каковы цели. После выборов кукловод, который стоит за многими темными и грязными делишками в этой стране, будет извлечен на свет Божий. Лучше бы он занимался кукурузой и уборкой свеклы в разгар страды, а эти попытки изобразить Молдову в виде кукольного театра говорят только о том, что Филад не доиграл в детстве. Скажите мне вы, столько меня уже спрашиваете, вы знаете, кто в этой стране кукловод или нет? Мы ждем, чтобы вы сказали, мы можем только догадываться. Тогда я вам скажу, это Плохотнюк, разве не так? Мне тоже бы следовало воспользоваться определениями типа «Король контрабанды», «Страна Эптех» или цитатами из знаменитой книги господина Рошки, «Гангстер переходного периода», «Контрабандист века», «Сигарета-1», «Сигарета-2» и многое другое. Действия, которые последовали, нам ясно демонстрируют, что кукловод не может успокоиться, он пытается устанавливать и дальше свои правила игры в Молдове. Я этого не потерплю, мы наведем порядок и на Франзелуце, и на Молтелекоме, и на Металфероз, и в энергетическом секторе. Я следил достаточно спокойно, может, слишком спокойно за инсинуациями, провокациями, намеками и обвинениями Филата в выражениях, не особо присущих премьер-министру, я бы сказал, бульварных. Для меня этот персонаж ничего не значит, я начал действия, направленные на исполнение закона в нашей стране, а те, кто этого не понимают и обеспокоены этим, должны понести ответственность. И должно быть ясно всем, Плохотнюк для меня ничего не значит, он не тот человек, который меня интересует. Какой была сегодня атмосфера на встрече между господами Филат и Плохотнюк? Пытаюсь найти этому определение. Как встреча друзей, которые давно не виделись? И вот Филат, явно шантажируя партнеров по Альянсу, намекает точно так же, как в свое время это делали Лупу с Плохотнюком на возможность переформатирования правящей коалиции, ведет в закрытом режиме переговоры с так называемым гражданским обществом, в котором процентов 90 фигурантов или уже находится на содержании кукловода, или мечтает о том, чтобы оказаться на этом содержании, ведет прекрасно об этом зная, ретранслируя свои заявления не обществу, пусть даже гражданскому, а через этих людей Плохотнюку и, разумеется, гимпу, которому и принимать окончательные решения. И вот он на этих встречах говорит о том, что в Молдове системный кризис, не политический, не конституционный, а системный кризис, что пугать коммунистами и общество, и Запад уже не получается, что заявленный экономический рост дутый, что социальный протест нарастает и не сегодня-завтра все может рухнуть, что работа правительства заблокирована партнерами, и что он, вот уже горячее, не желает быть козлом отпущения и мальчиком для битья. И все это, чтобы было понятно, вовсе не ради реформ или там борьбы с коррупцией, о чем так много говорят пиарщики Филата. Ну какая к чертям может быть борьба с коррупцией от Филата, когда он, Филат, протаскивает на пост главы счетной палаты Урикяна. Смех и грех. Нет, все это ради того, чтобы что-то от партнеров по Альянсу получить лично себе или своей партии, то ли дополнительных полномочий, то ли больше должностей для либерал-демократической партии. Вот с этим он и выступит во вторник, то ли с запросом принятия ответственности правительства перед парламентом, это такая сложная формулировка, суть ее в следующем, мол, не доверите мне, уйду в отставку, а там по цепочке вплоть до досрочных парламентских выборов, в которых, как прекрасно понимает Филат, гимпу и лупу боятся как огня. То ли с предложением о перераспределении должностей внутри Альянса. То есть давайте у кого-то отберем, скажем, у демпартии, которая и так получила многовато в результате своего шантажа того же Филата возможным союзом с коммунистами и отдадим все это либерально-демократической партии. Ну хорошо. Допустим, либо по одному, либо по второму поводу они там договорятся. Что? От этого Плохотнюк перестанет быть кукловодом, которого, как еще недавно говорил Филат, надо обязательно достать из норы и наказать? Кстати, вот уже и закон подоспел об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. И вот, пожалуйста, Плохотнюк заявляет, что у него есть некое движимое имущество. А в декларации о доходах Плохотнюка это транспортное средство почему-то не указано. И значит, где-то здесь кроется налоговое преступление, караемое по новому закону тюремным сроком. Будет ли Филат это исполнять, если они там, внутри Альянса, о чем-то договорятся? То ли о дополнительных полномочиях его правительству, то ли о перераспределении должностей в коалиции в пользу ЛДПМ. А если договорятся, перестанет ли от этого лупу быть номером 4? И куда денутся кукловодные и кукольные интересы на металлферозе и молтелекоме и прочих госпредприятиях? И что, они сразу же перестанут быть ворами, как об этом еще вчера заявлял Филат? И тогда получится, что вся там масштабная акция по борьбе с олигархами и кукловодами, якобы затеянная Филатом, все это только для того, чтобы получить себе дополнительные посты и полномочия, пар вышел в свисток. И это, кажется, тот самый свисток, в который свистит после дождичка в четверг на горке рак. Да мы на это, на эту имитацию демократического процесса все каждый день любуемся. Тошнит уже, как в плохом кино. Все эти действия – хороший сценарий, цель которого – атаковать ЛДПМ и меня лично. Лучше бы он занимался кукурузой или уборкой свеклы. Бурови, шкофан. Что ты сказал? Давай, давай. Так, ребята, спокойно. Что ты сказал? Что за ручонки здесь свои? Что? Тихо! Спокойно! Чито! Ну, 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 ну! Как, как? Как разрядочка, а? Вот такая! Вот именно, если Бурови, так по полной. Да, нужно дать народу шоу. Тогда он забудет про все. Про маму, про папу, про работу, про жену. А самое главное, он забудет про правительство. Может, от старости, может, от чего-то еще. Но не знаю, не идут дела. И не знаю, что делать дальше. Больше говорим, чем решаем. Я вчера по 26 маршруту еду на трамвае. У водителя спрашиваю по Малышеву по улице. Ваш трамвай идет, а он меня, хуй, его знает. Представляете? Водитель. И не знает, по какой улице его трамвай ходит. Ну. И вы особо не услышите на пролиберальных каналах историю о том, что Бельский суд, к примеру, принял свое решение знаменитое, которое противоречит принципу единобразного применения законодательства на всей территории Молдовы. Поскольку не может закон вот так применяться в Каушанах, а вот так в Бельцах. И о том, как судей запугивали. И о том, как незаконно снимали Муруяну. А вот подобного цирка сколько угодно. Веселитесь, ржите. Вот скажите честно, вам лично не все равно, кто в парламент заходит по красной ковровой дорожке, а кто через металлоискатели из черного входа. Вам лично не наплевать ли, закроет лупу парламентский буфет или нет. Я вам сейчас зачитываю заголовки свежих новостей за последнюю неделю. Или все-таки вас больше интересует то, что на гражданах Республики Молдова висит 5 миллиардов долларов внешнего долга, из которых более трети долг гарантированный государством. Или многочисленные факты нарушения, нет, попрания на самом высоком государственном уровне, законодательство, включая Конституцию. Или неоспоримый факт установившегося в Молдове узурпаторского диктаторского режима, при котором закон, мнение оппозиции, выбор избирателей даже не стоят и выеденного яйца. И что во главе этого режима стоит никто иной, как Михаил Гимпу. И когда мы думаем, куда же они волокут нашу несчастную страну, и какие у них вообще планы, и что там во вторник исполнит Филат, и как это повлияет на политическую ситуацию. Напоминаю, не важно, что там сделает Филат, надо слушать Гимпу. А Гимпу сказал, за отставку правительства он не проголосует, чтобы не было досрочных выборов. Второе. В выборах президента, как того уже много месяцев, срывая голос, требует закон, он, Гимпу и его фракция в парламенте участие не примут, поскольку и это приведет к досрочным выборам. А он, Гимпу, еще не насладился в полной мере властью. Мы говорили, что либеральная партия не пойдет на избрание президента, потому что знаем, что не будет голосов, а это означает второй тур выборов и роспуск парламента. Вот это отказ поступать по закону вопреки воле общества и есть узурпация власти, при которой, разумеется, нет и не может быть никакой речи о демократии. Вы полюбуйтесь, как эта власть ведет себя в районах при формировании местных органов власти по отношению к представителям ПКРМ. Ну, в общем-то, они сами о себе, об этих методах хорошо сказали. Гангстеры, воры, бандиты, олигархи. Ну, какие у них могут быть методы? И вот эту ситуацию, ситуацию, связанную с формированием местных органов власти после выборов, мы обсуждаем сегодня с депутатом парламента от ПКРМ Эдуардом Мушуком. Эдуард, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, что сегодня реально происходит в районах? Как идет формирование местных органов власти? Насколько серьезно и правда ли это давление на советников партии и коммунистов даже в тех районах, где партия одержала безоговорочную победу? Я могу сказать, что формирование местной власти идет не под лозунгом формирования, как говорят здесь, альянсов на местах. А идет рвачество, тянут на себя со всех сторон. Это все осуществляется под системой такого тотального прессинга и тотального подкупа. Причем не смотрят даже на выбор избирателей. Я вот приведу пример района Окница или район Дандюшаны, где партия коммунистов получила большинство. Но, тем не менее, демократическая партия в данном случае пыталась осуществить масштабный подкуп наших районных советников для того, чтобы перехватить власть в этих районах. Не получилось? Не получилось. И в Окнинце, и в Дандюшанах были избраны председатели районов от партии коммунистов. Район Единцы. Очень в данном случае хороший пример. В районе Единцы партия коммунистов получила большинство, но демократы не успокоились. Они попытались переиграть ситуацию с известным казусом в селе Братушаны, когда был украден мешок с бюллетенями, потребовали пересчета голосов. А в случае невозможности пересчета повторные выборы. Большое село, более 2000 человек голосовало за партию коммунистов. Задача была запугать, купить, чтобы люди не вышли, и тем самым мы потеряли свой 17-й мандат. К счастью, это не получилось и демократов. К счастью, потому что, конечно же, мы стали горой, и люди поднялись, и общий сход села был. И европейские структуры мы подключили. То есть сегодня в Единцах ожидается очередное собрание районного совета, и надеюсь, что все пойдет в нормальном режиме. Хотя, сразу говорю, что приходят с чемоданами, с деньгами. Речь идет о десятках тысяч евро, которых прямо перед людьми ставят. Ставки растут, я смотрю. Начинали вроде бы с тысячи двух-трех, а сейчас уже до десятков дошли? Да нет, начинали с десяти тысяч евро, и сейчас уже дошло до сорока тысяч евро. То есть демократическая партия в районе Бричана, грубо говоря, хочет кинуть всех своих, так называемых, коллег по Альянсу, перекупить районок советников, и не только от ПКРМ. Они работают и в рядах других компонентов, то есть это и либеральная демократическая партия. То есть они не только наших пытаются советников купить, но и филатовских. Да, работают, шерстят по всем. А как же вот это вот? Что вот это вот? Ну вот как это называется? Альянс. Альянсы, ну вы видите, что происходит с Альянсом в республике, в Кишиневе, но это как в том одесском анекдоте, да, когда звонят телефоны и говорят, а Сема еще дома? Ответ, Сема еще дома, но венки уже вынесли. Так что Альянс наверху, может быть, еще как-то пытается сохранить хорошую мину при очень плохой и отвратительной игре, ну а фактически на местах идет просто перетягивание каната, любой ценой пытается получить власть, причем власть нелегитимную. Власть легитимная может быть у одной партии тогда, когда эта партия получает большинство, то есть за ней стоит избиратель, который за нее проголосовал. Если за этой партией не стоит большинство, значит нужно формировать цивилизованный Альянс. Мне вообще кажется, что вот подобные действия, они как дискредитируют саму идею выборной демократии, плюралистической демократии, потому что ну какая разница, в какой партии ты сегодня принадлежишь, завтра придет какой-нибудь человек, напугает тебя, потом сунет тебе денег, и ты уже окажешься в другой партии. Что делать в этот момент избирателям, как им вот за этим мельтешением следить, вообще непонятно. Я думаю, что избиратель очень для себя должен вынести единственную вещь. Вот возьмите пример Единец. В Единцах пытаются обработать одного или двух наших районных советников, предлагаются уже ставки выше 60-70 тысяч евро, только для того, чтобы они проголосовали за кандидатуру демократической партии на должность председателя района. Избиратель какую вещь должен для себя вынести? А что это будет за власть? Что это будет за власть, основой которой является не голос избирателя, а деньги, или как в народе говорят, бабло. Это власть бандитов и воров. Эта власть не будет заниматься развитием района, эта власть не будет заниматься локальным и региональным развитием, она будет заниматься воровством. Но она будет отбивать вложенные деньги? Абсолютно. Оно будет заниматься так называемым, вот есть такой в обиходе в России принятый термин, распил. То есть оно будет возвращать эти деньги, причем... Распил и отжим. И отжим, да. В трехкратном, четырехкратном, пятикратном масштабе. Не забывать нужно и о избирательной кампании. Кроме подкупа, есть, насколько мне известны, полукриминальные фактически случаи, когда они не пытаются купить, а доводят фактически до больничной койки? Ну, пример Каушан. Два наших районных советника фактически были интернированы в больницу с высоким давлением, с фактически прединфарктным состоянием. То есть давили до такой степени, что люди просто физически не выдержали. И это, конечно, как осуществляется давление? Ну, вы поймите, для человека простого с района, да, или с села, для него даже простой факт рабочего места очень важен. Вот если ему говорят, что завтра твоя жена, которая работает в школе, будет уволена, или твой ребенок, который учится на бюджете, значит, с бюджета мы его заберем, будет платить контракт и учиться на контракте. Или, к примеру, ты сам, который работаешь в том или ином государственном предприятии, ну, ты завтра будешь уволен, и это мало. Завтра тебе откроем одно или два или три уголовных дела, и поверь мне, что мы с тобой разберемся. То есть, это понятно, что есть люди, закованные в политической борьбе, подкованные в политической борьбе. А простому человеку, который является, скажем так, простым представителем того или иного населенного пункта, иногда очень сложно через эти жернова прессинга и, значит, тотального наезда проходить. И причем параллельно, еще раз говорю, используется и кнут, и пряник. Спасибо огромное, Эдуард. Спасибо за приглашение. До встречи. Вот давайте еще раз. Пусть никого не вводят в заблуждение слово «демократическое» в названии их партий. Режим Батисты на Кубе, к примеру, тоже считался таковым. И там была даже какая-то марионеточная оппозиция. А вот реальная оппозиция была зачищена, и оппозиционные СМИ закрыты. А остров стал пристанищем для американских мафиозных семей. Ничего вам это не напоминает? И дальше только больше и только хуже. И если сегодня так называемые эксперты уже говорят о том, что коммунистов в Молдове надо тупо расстрелять, по методу других латиноамериканских стран, это обозначает, что общество начинает постепенно приучать к этой мысли. Если вернуться к идее о психологии преступников, то существуют еще и клинические случаи. Речь идет о серийных психопатах-убийцах, которые не просто убивают, но, как им кажется, во имя некой высокой цели. Гимпу, который перед следующими выборами так и не пройдет психиатрическое освидетельствование, безусловно, подобной идеей одержим. И эту идею ему уже подбрасывают. Пусть пришел бы Пиночет, который завалил 3000 коммунистов, но сделал из Чили нормальную страну. Если потребуется, неплохо, чтобы пришел Пиночет, чтобы завалил Воронина и его людей. Ну что ж, пока еще не дошло до пиночетовских стадионов и отрубленных рук Виктора Хары. Но уже очень сильно на этом пути наша власть продвинулась. Отказавшись от демократических методов в отношении оппозиции и общества, нынешняя власть обрекла себя на то, что и оппозиции, и общество отплатят ей той же монетой. Ведь надо признать, что ситуация в Молдове радикально изменилась. Если раньше в политических схватках сходились между собой носители неких идей, ну там, унионисты и государственники. Сторонники активной социальной политики государства и те, кто считают, что невидимая рука рынка сама все отрегулирует. Левые и правые, те, кто выступал за реинтеграцию страны и те, для кого пределом мечтаний была колючая проволока по Днестру. Сегодня эти важные темы закрыты. Сегодня у нас другая повестка дня, другой тип борьбы между кучкой узурпаторов, которые готовы пойти на все, лишь бы не отдать власть, и половиной общества, которое понимает, чтобы была реинтеграция, евроинтеграция, социальные государства. Государство вообще нужны прежде всего гражданские свободы и гражданские права. То есть демократия, которая, повторюсь, является антитезой беспределу. И вот, с одной стороны, половина общества, которое не желает, чтобы гимпу, крутя-вертя кучкой своих соратников по альянсу, не взводил людей до собственного уровня, уровня хордовых и членистоногих, а с другой, собственно, гимпу и эта самая его могучая кучка. И столкновение сегодня представляется неизбежным. И пусть никого не смущает то, что вроде бы у них сегодня есть какая-то там международная поддержка. Упоминавшемуся режиму черных полковников и чилийскому диктатору Пиночету тоже поначалу аплодировало международное сообщество. Но в конце концов они все равно оказались на скамье подсудимых. И мы должны сегодня с вами решить, как мы будем с этим, то есть с ними, бороться. И этих предложений мы ждем от вас. Прошу пока не предлагать никаких вооруженных вилами восстаний. Никто из вас, согласитесь, не готов сегодня ответить за жизнь раздавленного, погибшего в давке ребенка. Мы еще не исчерпали, и я глубоко в этом уверен, иных форм и методов борьбы. Я жду предложений от вас. Пусть этот третий микрофон станет нашей обратной связью. Жду ровно неделю. Пишите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин